Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Объясните мне, в чем я не права. Смотрите, когда человек говорит так, мы сразу понимаем, в общем-то, что за этим скрывается нежелание, того, чтобы мы вам объяснили, в чем вы не правы. За этим скрывается некая такая потребность в том, чтобы мы вас поддержали. И я думаю, что это то, что вы хотите, чтобы мы вас поддержали, это абсолютно нормально. Я не думаю, что есть что-то плохое в том, что вы хотите поддержки. Но, проблема заключается в том, как мне кажется, что прямо вы в данном случае об этом не говорите. Вы не говорите прямо о том, что вам хочется поддержки. Вы говорите о том, чтобы мы вам объяснили, в чем вы не правы. Хотя на самом деле вам хочется другого. И вот это, на мой взгляд, является той, вероятно, системной, той, вероятно, системной проблемой, с которой вы сталкиваетесь, ну, здесь. Вот. И как мне кажется, как я думаю, ваша задача заключается в том, чтобы возможно научиться более прямо говорить о том, что вы хотите. Вот. Ваша задача заключается в том, чтобы более прямо выражать свои чувства. Если вам больно, если вам плохо, если вы, ну, вот, чувствуете, что вам хочется поддержки. Вот. Вот. То об этом нужно так прямо и сказать. Вот. Да, мы, конечно, сможем вас поддержать. Возможно, мы сможем вас поддержать несколько не так, как вы рассчитывали бы, несколько не так, как вы хотели бы, но мы это сделать сможем. Поэтому первое, на что мне хочется обратить ваше внимание, это на это. На вот этот вот аспект. Дальше. Жили с мышиной три года. Его сын смотрел в другой стране. Сказал, что оставил им жилье, чтобы они там жили. Забирали его на каникулы. Ну, смотрите. То, что вы описываете, конечно, является, ну, в целом, да, такой абсолютно, как бы, ну, нормальной ситуацией жизненной. Вот. У многих людей есть прошлое, и, вот, вы не стали исключением, да, со своим мужчиной, со своим мужчиной, как мне думается. Вот. Но очень важно то, на каких основаниях вы устраиваете отношения с, ну, с человеком. Вот. То есть, если вы устраиваете отношения с человеком, как-то вот, ну, как-то так, что он, у вас остаются, условно, какие-то вот недоговоренности, и может разразиться скандал. Вот. То я думаю, что в ваших отношениях есть определенные пробелы. Естественно, я вас ни в коем случае не хочу в чем-то обвинять. И я вас не обвиняю. Я скорее говорю о вещах, которые, на, которые, на мой взгляд, нужно вам обратить свое внимание, потому что это важно. Вот. Ну, захотите ли вы обращать на это внимание на самом деле или нет, да, это уже вопрос, конечно, так скажем, ну, немножечко другой, да. Вот. Но, тем не менее, вот, факт остается факт. Год назад поженились. Муж повез меня туда, где его сын. Ну, вот, в какой-то степени меня здесь смущает то, что вы пишете, что ваш муж, да, вас куда-то, ну, куда-то повез. Вот. Меня это смущает, потому что, на мой взгляд, ну, здесь всплывает такой момент, да. Хотели ли вы их сами, значит, чтобы, ну, чтобы вас, ну, чтобы вас повезли, да. Вот. То есть, вот, как это в данном случае работает. Вот. Поэтому я думаю, что то, что, ну, то, что вас, ну, то, что вас именно повезли, к сожалению, вызывает больше вопросов. Нежели чем, так скажем, ответ. Вот. Надеюсь, надеюсь, что вы это понимаете, да, и вот тоже обратите внимание, на некоторую свою, как мне кажется, ну, пассивность в этой ситуации. Дальше, значит, временно сделать мне документы и ехать дальше на море. Сына поселил с нами, меня на роль его матери. Ну, такое ощущение, что ваш муж полностью определяет то, как будет, ну, как будет складываться, значит, ну, ваше взаимодействие. Значит, с, ну, во-первых, с ребенком, его ребенком. А во-вторых, ну, с вами тоже. Вот. Поэтому хочется вас, вот, хочется вас спросить. Хочется вас спросить, как участвуете ли вы, насколько вы участвуете в том, как развиваются, развиваются ваши отношения. Насколько вы участвуете в том, чтобы вам было комфортно в этих самых отношениях. Вот. То есть, ну, делаете ли вы для этого что-то? Вот. Потому что, если нет, то это, на мой взгляд, серьезная проблема. Уже. Дальше. Теперь заявилось, что мы никуда не поедем и сын будет жить с нами, матери он его не отдаст. Ну, очевидно, что здесь вы сталкиваетесь с некими такими подводными камнями. Взаимодействия вашего мужа и его бывшей жены. Вот. Само собой эта ситуация вам неприятна. Но меня больше здесь смешает то, что вы сразу устроили скандал. Вот. Вы как будто бы, не знаю, вы как будто бы не попытались, ну, может быть, понять вашего мужа. Ну, хорошо, ты решил сделать так. У меня к этому не однозначено отношение, но я хотел бы тебя понять. Расскажи, что изменилось. Вот. И уже как-то вот на основе этого, на основе того, что изменилось, делать какие-то выводы. Да? И устраивать, значит, ну, свою модель поведения. Вот. На мой взгляд, то, что вы, то, как вы отреагировали, является следствием того, что контакт между вами выстроен не самым лучшим, к сожалению, образом. Вот. Понимаете, да? Дальше. Дальше. Разразился скандал, что он растит, что он будет растить своего сына. Ну, опять же, смотрите. Здесь мне хотелось бы, наверное, порекомендовать вам изучить психологическую игру, которая так и называется. Скандал. Попробуйте ее изучить. Попробуйте ее преследовать. Вот. И я очень, очень надеюсь, очень надеюсь на то, что вы сможете для себя увидеть в этом. Ну, вот. Знаете как. Какие-то плюсы. Вот. То есть я очень надеюсь, что вы сможете для себя в этом найти какие-то полезные вещи. Вот. И я очень надеюсь, что вы сможете в этом для себя, значит, что-то увидеть. Так. Ну, дальше. Ну, у ребенка есть мать. Меня четыре года уверяли, что он будет жить с матерью. Окей. Да. Нас уверяли и, конечно, это, безусловно, безусловно, это разочарование. Это разочарование. Это проблема. То, что получается, что все оказалось не так, как вам говорили. Но у меня, в свою очередь, складывается ощущение, что вы просто, ну, не знаю, слепо-неслепо, но доверяете, вот, полагаетесь, если хотите, на мужчину в этом смысле. Вот. Я не думаю, что это очень хорошая идея для вас. Вот. Я не думаю, что это правильная позиция для вас. Вот. Я не думаю, что это, ну, как-то вот, знаете, гуман по отношению к вам. Вот. Я не могу сказать, что это вот гуман. То есть, на мой взгляд, вы себя здесь... То есть, понятно, что мужчина, он поступает специфически. Специфически. Вот. Но мы не будем, наверное, здесь обсуждать его. Да. Вот. Мы будем говорить о вас. Вот. Мы будем говорить о том, что вам делать, например, для, ну, для того, чтобы такой ситуации либо не было вообще, ну, ну, больше, либо, чтобы снизить максимальную вероятность. А для этого вам нужно больше доверять себе самому. Вот. Сейчас этого, к сожалению, не происходит. Вот. Ну. Ага. По... По моему мнению, конечно, не происходит. Так. Я чувствую себя обманутый и преданный. Безусловно, с одной стороны, для вас это травма. Вот. Безусловно. Безусловно. Если вам больно, это нормально. То, что, ну, вы... То, что вы чувствуете. А это нормально. Абсолютно. Вот. Это с одной стороны. Но с другой стороны, нужно увидеть те моменты и те аспекты, которые привели к тому, что вы в этой ситуации оказались. То есть, смотреть на это как-то вот с позиции личной ответственности. Это то, что, на мой взгляд, ну, то, что вы можете сделать. Прямо, ну, прямо сейчас. Да? Вот. Потому что, например, мужчину изменить вы, допустим, ну, не можете, да? Вы не можете изменить мужчину. Вот. Вы не можете, ну, как-то, ну, повлиять на него. Да? 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 Вот. Ну, такими, ну, такими, ну, с самодельством, так, как вы хотите. Вот. Вы этого сделать не можете. Но вы можете посмотреть на эту ситуацию. Вот. Ну, знаете как? Со своей точки зрения. Со своей позиции. И попытаться увидеть, а что же я сделала для того, чтобы эта ситуация стала реальностью. Вот. И я думаю, что если вы в полной мере уделите этому свое внимание, то вам станет проще. Вам станет легче, вам станет проще. Дальше. Мы обсуждали планы, что будем вместе кайфовать, что наконец-то после первого тяжелого брака буду жить так, как мечтаю. Но нет, мне открыли роль домработницы, чтобы быть за мой счет хорошим отцом. Естественно, это неприемлемо. Но если у вас был тяжелый брак, то проблематика того, как вы, ну, оказались в этом... Тяжелом браке. Вот. Это нужно исследовать. Это нужно исследовать. На мой взгляд. Чтобы лучше понимать характер и структуру вашего поведения, значит, несколько более, так скажем, очевидных. Дальше. Так. Я очень страдаю сейчас выбрать себя, либо любимого человека. В втором случае я буду полностью несчастна, у меня остальные выборы. Скажите, пожалуйста, благодаря чему в таком случае у вас появляется, если угодно, в принципе, этот выбор? Если вы говорите нам о том, что вы будете страдать, что вас обманули, что вас предали и так далее. Ведь в этом случае кажется, что выбор совершенно очевиден. В этом случае кажется, что нет иного пути, кроме как выбрать быть не с ним. Но, тем не менее, несмотря на то, что... Вот вы все это описываете. Вы еще сомневаетесь. Так вот, мой вопрос заключается именно в этом. Что определяет ваши сомнения прямо сейчас? Вот. Что, условно говоря, мотивирует вас сомневаться. Вот. Вот. Можете ли вы ответить нам на это? Может быть, вы чувствуете себя, ну, привязанный к мужчине. Может быть, вы чувствуете, что, ну, что без него вам будет плохо? Может быть, вы боитесь остаться одна? Вот. Задавали ли вы себе такой вопрос? Ведь, на самом деле, вы еще раз повторюсь, вы довольно-таки серьезно говорите о том, что вот, меня предали и обманули. И я, ну, я с вами не спорю. Действительно, человек, по сути дела, ну, резко сменил свою позицию и, как я понял, вам ничего, как-то заранее, да, ничего вам не сказал. Вот. Это, на мой взгляд, конечно, ну, не совсем, это хорошо, безусловно. Вот. И мне кажется, что вот, столкнувшись с опытом предыдущего брака, вот, с тяжелым опытом предыдущего брака, вы захотели что-то изменить. Ага, вы захотели, чтобы вам было хорошо. Но вы решили это сделать с помощью мужчины, не самостоятельно. По сути, вы переложили ответственность за вот, ну, то, что хочется вам, то, что ценно вам. Вы приложили ответственность за это на человека и оказались от него зависимы. Это вам и будет, потому что вы не остались, а, ну, по сути, по сути, по сути, вы остались неудовлетворены. Вот. И эта неудовлетворенность вашей является основой боли, которую вы испытываете. На мой взгляд, боль может возникать из-за того, что между тем, что вам хочется и тем, что есть, так, вот, прямо сейчас довольно серьезная пропасть. Вот. И само собой, само собой, от этого вам тоже неприятно. Поэтому я думаю, что хорошей идеей будет поработать надо, в общем-то, личной ответственностью вашей за то, что вам хочется. И посмотреть, как вы можете сами это последовательно реализовывать. Тогда и, на мой взгляд, куда менее болезненно вам будет восприниматься вся эта история. И, что самое главное, вы не будете придавать этому такого значения. Вот. Ну, опять же, просто потому что у вас будет своя, собственно, опора на себя. Дальше. Так. На втором случае я буду несчастный, он не оставляет мне выбора, получается. Да, он не оставляет вам выбора. Это правда. Это правда. И действительно, ну, действительно, мужчина действительно не оставляет вам выбора. Это верно. Но. Но. Смотрите. Я думаю, что как-то так получилось, что человек не оставил вам выбора. То есть, как-то так получилось, что он относится к вам таким образом, что у вас не остается выбора. И случайно ли это? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это не случайно. Совершенно. На мой взгляд, это не случайно. Это говорит о том, как вы себя репрезентуете. Так давайте посмотрим, как вы это делаете. Давайте посмотрим на то, что вы делаете, ну, для себя, в отношениях. Как вы заботитесь о себе в отношениях и заботитесь ли вы о себе вообще. Давайте на все, на это, на это спокойно посмотрим. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу он позволит вам начать на с собой работу. Обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...